14 дней изоляции, а потом санаторий. Такой рецепт реабилитации дают в федеральном Минздраве. Половина переболевших коронавирусом не чувствовала никаких симптомов, а значит и реабилитация им не требуется. Для тех, кого COVID-19 заставил лечь в больницу и довел до пневмонии, правила боя за здоровье другие. На самом деле реабилитация действительно требуется, потому что очень ослаблен организм, очень большие проблемы с разными системами организма, поэтому, пожалуйста, берегите себя и относитесь к своему здоровью очень-очень осторожно. Бороться после COVID-19 придется с отдышкой, слабостью, потерей веса и психологическими проблемами. После драки с вирусом помахать кулаками придется еще и буквально. Единственный способ укрепить легкие, по словам Краевого Минздрава, лечебная физкультура. Реабилитация подразумевает в первую очередь физические упражнения, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, какие-то медикаментозные препараты не рекомендуются, не применяются, но их и нет для восстановления легочной ткани. Известно, что в Москве есть 30 коек для стационарной реабилитации, но попасть туда очень сложно. У нас даже занятия ЛФК проводят онлайн и то пока в тестовом режиме. За процессом реабилитации обязательно должен наблюдать врач. Неправильное выполнение упражнений может вызвать боль и еще больше навредить ослабленным легким. Строгая дозированная нагрузка подбирается под определенного человека, под его пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, его функционального статуса. То есть ее должен определить врач. Делаем плавный медленный вдох носиком. Делаем плавный медленный выдох через рот. Количество повторов 6-8. Кроме восстановления тонуса легких, медики советуют правильно питаться, больше спать, пить витамины и заниматься психологическим здоровьем. Этого, по словам врачей, будет достаточно, чтобы встать в строй. Правда, период реабилитации может оказаться очень длительным. По крайней мере, наша героиня Елена после двух месяцев, проведенных в больнице, все еще никак не может прийти в себя и лишь мечтает попасть на реабилитацию. Дарья Демилер, Николай Шелко, Илья Кочетков. День с толком.